Позвольте нам поздравить всех с начала весны, временем надежд, ожиданий, оттепелей, мечтаний, открытий и, конечно же, временем любви. Надеюсь, от нашего поздравления вам стало чуть-чуть теплее. Вот с таким настроем и продолжайте слушать программу «Парафраз». Хотя сегодня ее тема немножко далека от весенней лирики, но кое-какая романтика в ней все-таки будет присутствовать. Романтика профессии адвоката. Мы попробуем взглянуть на эту престижную в наши дни профессию глазами юристов. Знакомьтесь, наши гости. Сергей Краснов, адвокат Октябрьской юридической консультации, член Удмуртской республиканской коллегии адвокатов. Ему приходилось участвовать в гражданских и в уголовных процессах. Наталья Зипуникова, студентка 4-го курса юридического факультета Удмуртского университета. Здравствуйте. И Андрей Трещенков, тоже 4-курсник юридического факультета. Добрый вечер. И вот еще подошел один гость, мы его тоже ждали, Владимир Федорович Шишкин, судья Верховного Совета Удмуртии. Ставший в его судебной деятельности 10 лет. Мы будем просто говорить о профессии адвоката, о ее приятных и, может быть, не очень приятных сторонах, чтобы стать адвокатом, что нужно сегодня. Изменились какие-то требования с тех времен, как? Ну, с прошлых времен, так скажем. Ну, я думаю, что с прошлых времен, в общем, требования у нас пока не изменились. У нас по-старому действуют еще старые законодательства, принятые еще в 87-м году, вот, положения. Вот, адвокатуре. Сейчас вышел вот новый проект законы адвокатуре. Есть, конечно, очень значительное новшество, которые, в общем-то, отражены в этом проекте. И положение, можно вообще-то даже сказать, не то, что какие-то новшества. Я бы неправильно, скорее всего, сказал. Неправильно-то я выразился. Дополненно. Можно сказать, что, да, сказать, что эти все изменения, в общем-то, отличаются, как небо и земля, там, старое положение и новое. В связи с тем, что сейчас, если по новому проекту судить, закону об адвокатуре, мы имеем такую возможность, то есть адвокаты, получение права лицензии и заниматься частной, свободно, частной, индивидуальной деятельностью. Вот у меня такой вопрос. Сколько сейчас стоят услуги адвоката? Ну, я вот как практический работник, в общем, могу так сказать, что вопрос о стоимости услугах, услуг адвоката, зависит, во-первых, от сложности вопроса. У нас были еще в 79-м году разработаны свои нормативы, сложности ведения дела. И дела подразделяются на категории сложного, особого сложного. Ну, может быть, вот просто вы покороче назовете сумму, от минимальной до самой крупной? Нет, минимальной это очень сложно назвать, это очень сложно назвать. По каждому делу необходимо работать конкретно. А в настоящее время, ранее, когда работала инструкция, у нас были ограничения, то есть были таксы конкретно названы. В настоящее время мы работаем только по соглашению сторон. То есть адвокат называет сумму, клиентам может не устроить эту сумму. Тогда они находят компромиссный вариант. Или вообще расстаются. Вот такая ситуация. Ну, вот такая существует немножко опасность. Мы говорили тоже с Владимиром Федоровичем об этом. Немножко о том, что рискуют остаться без защиты малоимущие слои населения, да? И они остались без защиты. Сейчас только тот, кто имеет толстый кошелек, имеет возможность воспользоваться услугами адвоката. Повисли в воздухе нормы Гражданского полуциального кодекса о бесплатности оказания помощи по трудовым, по некоторым другим категориям дел. Они висят. Повис в воздухе вообще сейчас вопрос оплаты труда адвокатов по гражданским делам в каком плане? Сейчас действительно диктует адвокат. Я называю цену, клиент соглашается, не соглашается, не соглашается, свободен. Соглашается, значит, он платит огромные деньги. По той информации, которая у нас есть, и которая фигурирует так, неогласно, информация, деньги огромные. Вот. И тут уже чувство порядочности адвоката. Или он заломит цену, или всё же у него сыграет какой-то ограничитель совести. Но совесть, понятие, ведь вообще-то оно такое относительно есть, но нет. Да, но тем более не в совести юриста. Нет, дело не в совести юриста. Дело в совести действительно тех, кто занимается данной конкретной практикой. И вот в этом плане я бы хотел обратить внимание, поскольку радио республиканское, что когда же, наконец, будет решаться вопрос с тем, кто будет оказывать помощь малоимущим слоям. На мой взгляд, должна когда-то уже какая-то служба при муниципалитетах наших будущих, при органах самоуправления существовать для оказания помощи. А если уж это адвокаты, так они и будут оказывать помощь, то, наверное, какую-то уздечку финансовую, правовую государство должно одеть. Раньше была такая уздечка, сейчас её нет. Отсюда определённый какой-то беспредел. Трудно ли быть адвокатом и при этом оставаться честным человеком? Ну, это немножко вопрос не очень корректный, но мне задавали его и слушатели. И это, наверное, ведь если ты адвокат, тебя покупают. Так, Сергей? Да, это именно можно сказать и так. Но всё же я хотел бы сказать следующее. Здесь я поддерживаю Владимира Фёдоровича, что уздечка какая-то финансовая, конечно, должна быть. вот, но в том плане, в том плане, и здесь, позвольте мне немножко не согласиться, в том плане, именно воздечка должна быть, что государство всё-таки, государство работу адвоката должно оплачивать. Поэтому я... А сейчас вы существуете только на гонорары? Существуем именно только на гонорары, получаемые от клиентов. Соответственно, наши социальные, все хозяйственные нужны обеспечиваться за счёт клиентов. Я хотел бы, чтобы заведение бесплатных дел, хоть какой-то минимум, но нам всё-таки, адвокатам, оплачивалось. И сейчас это уже, в общем-то, начинает практиковаться, но не так широко, но всё же, всё же у нас это действует. О совести адвокатам говорят. Ну, если говорят, то я хочу сказать следующее. Если адвокат будет назначать очень повышенные гонорары, не соизмеряя со сложности дела, с трудностью ведения дела, естественно, как на него будет смотреть клиент? Я думаю, тут нет даже никакого вопроса, и не должно быть, не возникать. То есть я хочу сказать, что клиент будет смотреть на адвоката как на рвача просто. Я бы хотел обратить внимание наших уважаемых сограждан, что, говоря о работе адвоката, мы имеем в виду правовую услугу. И причём эта правовая услуга сейчас пока в условиях нерегулированности выглядит примерно так же, как пришёл на рынок и говоришь, сколько стоят лимоны? Лимоны стоят 2200. И ты либо покупаешь, либо уходишь. Вот примерно такое же сейчас создалось. И в этом плане я бы хотел обратить тоже внимание на то, что надо тогда торговаться. Я ещё раз говорю, разные ходят цифры по услугам и так далее. Поэтому каждый должен задуматься, когда он идёт и ему называют цифру. Либо поворачивать, либо всё же торговаться. Либо идти к заведующей консультацией, либо в президиум коллегии и выяснять, а действительно ли такая услуга может столько стоить. Я понимаю, тех, у кого сейчас, как говорится, новые наши новориши, у них деньги куры не клюют, им не жалко. Но те, которые на зарплату, позвольте, тут надо ещё подумать. Я хотел бы обратить внимание именно на это. Наверное, следующий вопрос как раз к молодым у меня будет направлен, к студентам юридического факультета. Где они проходят практику? И как у них специализация? Прежде чем стать адвокатом, несомненно, необходимо поучиться. В нашем университете в Удмуртском государственном есть юридический факультет, специальность правоведения. Учимся 5 лет и специализаций фактически сейчас 2. Начиная с третьего курса все студенты делятся на 2 специализации. Одна – это хозяйственно-правовая, а вторая – это уголовно-правовая. Стоит также вопрос о создании ещё одной специализации – государственно-правовой. То есть должны готовиться работники, юристы для работы в органах государственных, в органах управления и так далее. Но пока вопрос такой немножко повисший в воздухе. То есть фактически сейчас только 2 специализации. Так вот, что касается практики, практика у нас действительно есть. То есть мы не только изучаем теорию, мы проходим практику. Практика, в частности, после второго курса имеется, она носит название государственно-правовой. То есть мы в исполнительных органах власти после второго курса проходим 10 дней или 2 недели. Вот такая практика. После третьего курса более продолжительная практика. Она уже, значит, где-то порядка месяца. И там, значит, мы, опять же, в зависимости от специализации, проходим практику в различных органах. Сейчас очень много у нас законов, и, наверное, такая некая путаница возникает. И даже не только опытным юристам это известно, а вот и студентам. Они учатся, изучают все это. Да, Андрей, Наташа? Да, это действительно так. И как вам вот сквозь этот лес удается пробираться? К высотам знаний, так скажем. Ну, вы знаете, вы не совсем правы говорить о том, что трудно именно нам. Трудно всем юристам. В особенности трудно тем, кто уже не один год работает на практике. Поскольку они привыкли к старой нормативной базе. Они привыкли к тому законодательству, которое существовало раньше. Нам в этом плане легче. Мы начинаем с нуля. Мы начинаем с того нового законодательства. Мы практически поступали в 90-м году. Еще существовал Союз СССР. Мы фактически выросли на том, как юристы, мы вырастаем на том законодательстве, которое существует сейчас. На новом законодательстве. И в нас закладывают именно его основы, а не те основы, которые были раньше. Поэтому мы живем с этими изменениями. Мы привыкаем к ним. Труднее приспособиться вот тем, кто уже работает 10 лет, 15 лет. Насколько правомощна вот та амнистия, которую выпустила вот сейчас вот эта Госдума, насколько она правомощна? То есть вот я как человек считаю, что ну вот я сейчас пойду там с автоматом, пойду там убивать президента, и потом власть сменится, и меня выпустят. Ну здесь трудно ответить одной фразой, насколько правомощна надо сопоставлять текст о миссии, текст Конституции и те положения, которые регулируют деятельность Думы. Что может Дума? А это может у нас на сей момент только Конституционный суд, но ни в коем случае не районный или Верховный суд. Поэтому правомощный или нет, отдадим это на суд Конституционного суда, который, правда, сам сейчас еще тоже не действует, поскольку старый закон отменен, новый не принят. Вот поэтому вопрос правомощи о Госдуме повисает в воздухе. Еще добавить, что адвокат не только защитник, он может и выступать в качестве обвинителя, то есть защищать и потерпевшего. Ему даны такие права. И то есть дополнительно с представителем государственного обвинения. Поэтому я считаю, что все-таки здесь Владимир Владимирович правильно сказал, что, в общем-то, отдадим на суд и, в общем-то, на разбирательство политических наших руководителей, все-таки деятелей. И я, с другой стороны, все-таки поддерживаю точку зрения генерального прокурора, то есть именно его отставку. Нам поступил уже такой вопрос, будет ли амнистия на подростков. Сейчас предугадать ничего невозможно, потому что план законодательной работы Думы, он, по-моему, еще в печать не попал. Никто, по-моему, из вас тоже не видел. И поскольку этого нет, то говорить о амнистии на подростков преждевременно. Квакин, моя фамилия. Вот вопрос такого характера, что адвокат может быть и обвинителем. У меня такой вопрос, что в свое время в прессе было напечатано, что бывший председатель Совета Министров Миронов и же с ним компания, значит, по их вине якобы, Удмуртия недополучила 9 миллионов, порядка 9 миллионов долларов. И так была статья, значит, руководителей в отставку, дело в прокуратуру. И вот так тогда эта статья пробыла в газете, и больше уже год, наверное, нет никаких результатов. Не приходилось вам сталкиваться с этим делом? И ведется ли это дело вообще? Или оно так же, как амнистировано, как вот в этот раз? Ну, я попробую ответить. Дело как таковое, если оно дело, оно должно быть заведено органами следствия. Прокуратура или органы следствия Министерства внутренних дел или безопасности. Сейчас уже это не безопасность, а какое-то другое название. Если бы оно поступило в суд, такое громкое дело было бы нам, конечно, известно. Мне лично было бы известно. До тех пор, пока оно не поступило в суд, а год назад была информация, значит, этого дела либо не было вообще, либо оно было возбуждено и прекращено, либо отказано возбуждение. И в этом должна быть и принципиальная позиция депутатов Верховного Совета, чтобы разобраться до конца. Потому что именно контрольные функции за органами исполнительной власти на них возложены. Правда, еще есть прокуратура, которая тоже обязана по своему долгу и закону контролировать такие громкие дела, но вот информация о том, как прошло дело в прокуратуре, к сожалению, мы здесь, наверное, все сидящие не обладаем. Я бы хотел привлечь внимание, опять же, нашей общественности к тому, что у нас сейчас с организованной преступностью беспредел. И через своих депутатов, которых мы избрали в Думу, в Совет Федерации, необходимо этому беспределу ставить конец. В конце концов, нужно принимать законы и о борьбе с коррупцией, с организованной преступностью. Ведь вы послушайте, вся перестройка – одна болтовня. Коррупция – коррупция. Сейчас у нас Российская Федерация. Коррупция – коррупция. А где нормативные акты? Где работа? Мы разделяем наши недовольные, конечно. Поэтому этот вопрос повисает в воздухе, и автору нечего ответить. И к нам, и не к совшению. Совершенно верно. Но и к нам, потому что мы все молчим. Вы посмотрите, все молчим. Почему мы молчим? А почему молчим, неизвестно. Мы не организовываемся, мы не воздействуем через своих народных депутатов, у нас нет двухканальной связи с депутатами. Почему не принимаются законодательные акты? Почему тоже подопригора, который обещал очень многое, он до сих пор, пока еще этого нет. Почему другие наши депутаты? Вопрос остается в воздухе. И читательницы, я думаю, и слушательницы нашего радио, и другим, надо просто поактивнее в нашей гражданской жизни быть. Если мы все будем молчать, значит, мы не узнаем ни о Горохове, ни о Миронове, ни о ком. Я надеюсь, что наши слушатели узнали чуть-чуть побольше о престижной профессии адвоката и о том, что стоит за этой престижностью и красивым имиджем юристов. Мне показалось, они немножко сегодня тоже беззащитны. Может быть, я ошиблась. Как и в любом деле, это прежде всего огромный труд. Иногда бессонные ночи в поисках истины, неудачи, падения. Тот, кто только-только собирается стать юристом, пусть еще раз взвесит все плюсы и минусы, желательно, наверное, чувствительных весах фемиды, и подумает, стоит ли рисковать. Сейчас в нашей бригаде прямого эфира режиссер Леонид Гусев, инженер Сергей Чарыбов, техник Александр Запольский и референт Оксана Лукинская и я, Светлана Мальцева, поздравляем всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. О нем мы как-то немножко сегодня забыли. А мы присоединяемся к этим поздравлению. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Привет, молодые люди! В эфире программа «Парапрасы», а микрофон у Светлана Мальцева. Сегодня у нас в студии главный режиссер театра Евгений Столов. Здравствуйте! И актер Юрий Гомаринов. Здравствуйте! Мы ждем, что у нас появятся еще гости представителей театра. Ну, а пока начнем наш прямой эфир. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Когда был создан муниципальный театр? Почему именно в городе Ижевске? Дело в том, что как народный коллектив, то есть мы начали с нуля, вообще никто, самодеятельность студенческая, постепенно институтская. Потом мы стали выходить на между, так сказать, республиканский уровень. Потом мы получили звание народного. Потом мы стали лауреатами фестивалей театров-миниатюр, дважды союзного. Потом мы стали лауреатом всесоюзного конкурса, последнего, драматических, рубительских коллективов. Мы прошли все ступенечки. И вот теперь вопрос, что для города? Чтобы этот коллектив распался вообще? Все эти 15 лет ни к чему были? Или все-таки, чтобы он воплотился в свое очередное качество, чтобы доказать себя состоятельным в этом качестве? У народного театра и у муниципального театра разные виды деятельности получились. То есть? То есть народный театр, он больше не на город как бы работал, а на фестивале. Ну, на город. Что такое работать на город? Это значит регулярно, чтобы в твой зал приходили зрители, смотрели твои спектакли, то есть чтобы был репертуар, чтобы была регулярность. Ну, то есть это профессионализм уже какой-то. Ну да, это уже репертуарным театром отдает. А народный театр, у него такого плана не было. Был план, значит, как бы выпуска спектаклей и проверка уровня спектаклей на фестивалях, где приличные жюри, где встречаются другие театры, чтобы можно было соотнести по всем параметрам твоей деятельности, чего, кстати, сейчас не хватает. Как вы подходитесь сейчас к Абурову пьес, к Абурову пьесу, к Абурову штуку, вот от чего уталкиваетесь, да, выбираете себе что-то для обстановки? Ой, Свет, это очень сложный вопрос, но отвечать на него надо обязательно. У нас есть некая традиция, это когда еще и жми-смехом были, а, был спектакль, как он называл? Завязанин? Нет, я уже забыл. Важанин. Птичка, и так каждый день. И так каждый день. Значит, потом Мирюзгар, Чеховская, привет, друзья Позорщенко, и вот сейчас спектакль по Достоевскому, который мы репетируем усиленно. Я даже попала на репетицию немножко, на части. Под кодовым названием «Театр смешного человека», то есть вопрос как бы о человеке, вот вне его регалий социальных, вне его физических разнообразий, а вот по его чисто специфическим человеческим качествам. И вот пока мы по этой традиции идем. Ну, а чтобы не зарываться от тех, кому, может быть, это пока неинтересно, существует вот для детей, сколько у нас, три спектакля, да? Три спектакля. Три спектакля, да, для детей. Причем на разные возрастные группы, на разные интересы возрастные. Да, и потом сейчас вот вроде все больше в труппе настроение такое, что, мол, ну, серьезная быта, вот уже как бы расслабиться, просто отдохнуть, человек такой посмеяться. Я просто хотел узнать, вот этот театр, это как замкнутая система, или там проходит какой-то отбор, конкурсный отбор актеров в труппу? Нет, это не закрытая система. Мы вполне... Ну, как бы там есть свои требования, надо договариваться о том, куда мы идем. Не происходит ли, может быть, стирание какой-то вот вашей личности, своей личности за образами, то есть кого-то вам только не приходилось играть? Ну, вопрос настолько интересен, что вот на него и отвечать приятно. И он очень большой, этот разговор, о том, что в каждой роли открываешь себя, и если там не теряешь себя, а ведь получается чисто по-христиански, насколько отдашь, настолько получишь. Я бы хотел сказать мнение человека со стороны. Все равно режиссер сидит и смотрит на актеров, как они работают. Когда актеры сидят рядом, не участвуя в своей сцене, им тоже становится все понятно про то, как надо играть. Когда выходишь туда, тогда все сложнее. Но чего видно все-таки? А видно то, что человек в быту не проявляется. То есть? Ну, он, быть, немного от него требует. Каких-то приспособительных реакций, там, скорости, принятия решений, скажем. Там ни экстремальных ситуаций, ничего нет. Такого, чтобы тебя заставило проявиться, либо ты высоко духовный человек, либо ты ничтожество полное. А сцена же она проявляет. И то, что, в конце концов, театральный образ начинает жить, существовать и привлекать внимание зрителя, это и есть момент воплощения личности, выражения личности для актера. То есть для актера игра — это прежде всего воплощение себя. Да, реализация себя. Талант он где-то там, как Жванецкий говорил, что можно так и умереть, все сохранив неприкосновенности. Жизнь, к сожалению, на это не провоцирует, а театр обязательно заставляет это сделать. От многих театроведов наших местных я слышала самый такой главный укол в адрес вашего театра, молодой человек, то, что у вас непрофессиональные актеры. Это точка зрения критиков театральных? Мне бы хотелось когда-то поговорить вот с этими театральными критиками. Что они считают? Критики, они к вам не приходят, вы читаете в прессу какие-то отзывы, наверное, рецензии театральные, так называемые? Ну, то, что я читал, это вообще ниже всякой критики, то есть с точки зрения обвинений в непрофессионализме, то есть мы как бы врачу исцелимся сам. Я профессионал. У меня есть диплом. Я человек ответственный. Я разговариваю, как бы, имея за спиной театральное училище Щуки, новоктанговскую традицию. Пусть напротив меня сядет человек с традицией театровической, и мы с ним профессионально поговорим, а не так вот безответно, как это раз в газете, а потом, значит, доказывают, что ты не верблют. Это несерьезно. Я хотел задать вопрос актерам, то есть вот их отношение к импровизации спектакля, то есть эти актеры такого высокого уровня, так скажем, из Генея Леонов, вот такие театры Ленком, они два раза один и тот же текст не произносят просто-напросто. Они импровизируют в ходе спектакля. То есть вот очень интересно даже ходить несколько раз на один и тот же спектакль с хорошим актером. Вот. И мне интересно, то есть вот импровизация спектакля, она имеет, то есть, ваше отношение к этому. Как бы импровизация, вообще-то, это то, что нас привлекает, вот если сразу отвечать на вопрос, прямо в лоб, это то, что нас привлекает. Мы этим специально занимаемся каждый понедельник. Текст менять на сцене, это традиция не совсем, ну, как бы, приличная. Достаточно трудно играть на одном и том же тексте, импровизируя всевозможный взгляд на вещи. То есть как бы текст неприкосновенен, а игра разная? Игра разная, вот. Создавая ситуации в другие совершенно, даже один и тот же текст используя. То есть это и есть импровизация, на существующем материале творить нечто такое, только присущее тебе. Вот это вообще достоинство театра. Это и есть... Не искажать авторский текст, он написал, его нельзя трогать. Импровизируй в пределах своей, так сказать, компетенции. Пардон, Юрий Владимирович. Ну, очень хорошо. Вот, то есть, с одной стороны, доносить текст, это какой-то литературный театр, а с другой стороны, текст вдруг становится твоей жизнью, здесь и начинается театр. И умирает то, что находится за стенами нашего дворца или любого театра. Мы вот с детьми смотрели у них прелестный спектакль «Шишовы забавы» или «Напасти». «Напасти». А вот, ну, это от детей, для детей от шести лет, а меньше для детей, вот, для до шести лет, для садикого возраста, что-нибудь планируется или нет? Можно я отвечу. Планируется. У нас теперь существует спектакль театр, «Тарабарщина» — это самый универсальный спектакль для детей от четырех до двенадцати лет. Поэтому приходите, по-моему, в репертуаре этого месяца он стоит. Для детей, наверное, очень приятно работать, да? Мне кажется, поскольку это самая благодарная публика. Это разговор к Юре и разговор к постановщику детских спектаклей Олегу Салтыкову, это он занимается. Юра, значит, вы тоже как режиссер этих спектаклей детских спектаклей? Я выступаю как участник, как актер, а режиссер Салтыков, Олег. Но работа с детьми, здесь определенная привычка, привычка любить детей, она появляется тоже не сразу. То есть любовь к ним... А мне кажется, что каждый из нас любит детей. Любит детей как человека одного в отдельности, но любить всех вместе в атмосфере детской — это нечто другое, к этому надо привыкнуть, и это осознать, и в этой атмосфере передать им что-то. не просто существовать отдельно от них, а они отдельно от нас. Ну вот это интересно. Мы позапрошлым году летом поездили, 26 выездов в детские пионерские лагеря, и вот они нам большую практику дали. Теперь мы любим детей. Нам пора заканчивать наш маленький спектакль, который назывался «Прямой эфир» программой «Парафраз». Не знаю, насколько успешной получилась наша программа, но во всяком случае мне бы очень хотелось, чтобы у театра «Молодой человек» появились новые зрители и поклонники. Я благодарю представителей театра за участие в «Прямой эфире». Как-никак они выступили бы на вам, а было для себя. Мы благодарим тех, кто позвонил за звонки, и тех, кто слушал за время нам. И ждем к нам в гости. А также радио и Светлана Бальцева лично. Ну, я постараюсь прийти. Наша бригада «Прямого эфира», режиссер Леонид Бусев, инженер Юрий Полянцев, техник Альберт Газников, преферент от Санны Букинской, и я, ведущая Светлана Бальцева. Мы все прощаемся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин